Фёдор Иванович, миленький, защитите, как вы самое большое милицейское начальство. Уж я такая бедная, такая бедная. В далёком 68-м году на экраны Советского Союза вышел первый фильм про участкового Анискина. Образ, воплощённый гениальным актёром Михаилом Жаровым, мгновенно стал, как бы сейчас сказали, культовым. А участковый предстал перед зрителями как человек, который и с преступником строк, и с начальством ладит, и с любым найдёт общий язык. Ты понимаешь, у меня такой вопрос. Вопрос, так сказать, об Вере Ивановне Косой. Ты понимаешь, она обратно опять разводится с мужем. Вот, читай. У участкового уполномоченного Александра Брагоря, безусловно, есть часы работы от и до. Но местные жители знают, он на связи всегда. Тем более, что круг обязанностей участкового весьма широк. Большая часть участкового работы – это профилактика, это подучётный контингент, выявление административных пронарушений, раскрытие уже совершённых преступлений, либо готовящихся. То есть участковый на территории должен обладать информацией, что происходит у него на участке. В ЖК «Зелёной аллее», где находится пункт полиции, проживает порядка 20 тысяч человек. А потому большую часть времени участкового занимают встречи с жителями. Кто не знает Александр, все знают нашего участкового, со всеми взаимодействуют. Наверное, у каждого есть его мобильный телефон, знают, часто общаются, обращаются по любым вопросам. Будь то какие-то бытовые вопросы, даже скандалов, нарушения тишины, покоя граждан, кончая даже порча общего имущества, краж и так далее. Открытие участкового пункта полиции на территории ЖК «Зелёной аллеи» произошло чуть больше года назад. Теперь людям не надо ехать в отдел полиции на улицу Школьную, а участковому стало проще контролировать ситуацию в ЖК. Сейчас прям шикарно. По любому вопросу, или если вдруг что-то на этажах, я к нему подхожу, Александр Владимирович, так и так. Он подходит со мной, объясняет, что это ничего страшного, если что, говорит. Он даже знает всех, кто на лицо и говорит, что в капюшоне был мальчик. Я говорю, да. Он их всех знает и уже потом принимает меру. Молодец. Насчет этого молодец. Большим подспорьем для участкового являются новые технологии, внедряемые в работу. От возможности оперативно связаться с жителями в домовых чатах до системы «Безопасный регион». На днях было, может быть, похищение или находка собаки, да. То есть мы по камере обнаружили то, что в час 30 люди там подошли, взяли эту собаку и направились на улицу Школьную. То есть мы проследили до какого момента, до какого дома они дошли с этой собакой. В соседнем кабинете тоже кипит работа. Коллега Александра Боргаря, Владимир Скарников, опрашивает гражданина, подозреваемого в торговле регистрации по месту жительства. На комнату квартиры зарегистрировали, например, там Иванов Иван Иванович, еще кто-то, и еще иностранцы, к примеру, четверо, да. Понятно, что жилоплощадь не позволяет, мы им проверим, но разбираемся. Сейчас опрашиваем его, где эти люди знают, он их не знает и так далее. Понял. Несмотря на то, что труд участкового уполномоченного прекрасно виден местным жителям, частыми гостями на его рабочем месте являются представители общественного совета при УМВД по Ленинскому городскому округу. Мы ежедневно контролируем работу и видим, что работа выполняется емко, объемно, в соответствии со всеми требованиями и в рамках закона. Сам Александр считает, что главное в его работе не столько профилактика правонарушений или присмотр за проблемными соседями, хотя это тоже важно, а реальная помощь людям. Человек приходит с каким-то проблемой, бедой или вопросом, да, если это получается разрешить, он уходит довольный. Ну, какое-то там спасибо даже не говорит, просто вопрос решаемый, да, и человек уверен в дальнейшем, что он может прийти, обратиться, и любая там проблема, кража там, либо какие-то там дискомфорты в его жизни, он будет разрешен там, ну, в ближайшее время. И старший участковый уполномоченный полиции Александр Брагарь ежедневно делает все, чтобы оправдать ожидания людей. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.